привет меня зовут сергей сегодня будем делать вафли такие которые от хрустящие трубочки известные советского союза мало кто их помнит рецепт рецепт довольно таки простой то есть там точно не было главное чтоб масло соответствовал примерно здесь 200 грамм масла сливочного здесь 4 яйца я взял я чуть больше муки чем 200 грамм идет потому что никогда не знаю сколько потребуется ну и сахара я чуть беру меньше вместе это 150 грамм приблизительно вот так вот 100 грамм беру теперь приступаем молоко кстати нужно будет для того если как с блинами если чуть-чуть получаться не будет добавится и либо муки добавляется сюда добавляться не соды ничего сюда не кидается часто видел что кидаю даже соду квадратные вафли то есть тут сейчас просто растереть не это хорошо помню детства бабушка получилось ну так конечно тавилка делали не как здесь все удобства можно и миксером но проблема с миксером лежит в том что консистенцию тяжело почувствовать в конце концов яйца теперь сахмиселочек конечно я не взял прорежу немножко взять не это пойдет тесто получается довольно таки простое тут можно сильнее разбить по желанию можно вообще под вид майонеза сладкого так называемого майонеза сбивать можно без этого датись а иначе этой пикантности со времен советского союза в точно не будет примерно так пойдет так начнем потихоньку консистенция должна ну плотность приблизительно как деревенской хорошей сметаны то есть немножко который просто водильник достают получается плотноватая самое основное тут но как в начальном этапе первую порцию теста хорошо замешать время муки извиняюсь так уже лучше идет можно принципе все высыпать так ты убираю доставим так один момент сейчас я включу так отлично практически без комочков то что так называемый сахар не растворился это тоже все мелочи потому что при выпекании растворяется практически полностью думаю нужно разогрелось горячая уже меня это кто может помнить со времен советского союза греется очень быстро я сюда в германию привез и не пожалел об этом так сейчас проверим первый как получится может придется еще муки дописать намешать или наоборот много качу долить мы иногда добавляли еще и сметану чуть-чуть так но тогда они не хрустящие получается получается мягкие такие но что хрустящие это только молоко можно добавить так похоже муки можно еще добавить так мне кажется не получилось как надо так как говорится первый блин выходит это камон но в этот раз действительно получается перфект так что посмотрим как право себя покажу так вот я запасные перчатки за пуша 1 упали на пол не использую такие вот тряпичные перчатки когда студентом работал на большой кухне подрабатывал ну и сам тоже учился на диет ассистента я не поваром потому что моей профессии это тоже часто надо будет пациентам и это клиентам объяснять как правильно вообще питаться все это надо объяснить описать как это делается мне это понравилось действительно практично пальцы не обжигается так смотрим уже практически застыл он еще горячий сильно горячий но видно что он слегка тут если присмотреться в некоторых местах как бы блестит это означает что он будет действительно хрустящим на все сто то есть как и говорилось ранее главное соотношение компонентов так смотрим как второй отлично пару секунд поджарим так если сильнее прижимать в конце но не щепотнее делается еще быстрее кармелизуется так пойдет можно еще сильнее зажать само разумеется это все выбор на вас я желаю вам приятного просмотра в дальнейших моих видео которые тоже есть и до следующей связи поставить вот 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 и вот вот Продолжение следует...